С 12 по 19 июня была отравля полей, отравили кирасой. Вот гибель пчел произошла. Большие кучи у каждого. Каждый летка лежат. Массовый мор пчел вновь накрыл Алтайский край. Для семьи Светланы это трагедия, ведь основной источник дохода – пасека. Отравили пасеку, 200 пчел семей. Гибель большая, пчел. Ну и потеря меда, конечно, рассчитывала на 5 тонн накачать. Ну, нынче, наверное, ничего не накачаем. Вот годовой наш заработок. Больше у нас не с чего. Два сына у меня защищают родину, как бы один СО. Он давал репортаж вчера в Барнауле. Второй у меня служит в Балашике, Московской области. Причиненный ущерб семья Кляченых оценивает минимум в 3 миллиона рублей. При этом на восстановление пасеки уйдет целый сезон, в котором после обработки рапсовых полей ядохимикатами погибли сотни пчелосемей. 18 пасек, да, пострадало. Заявление 21, но там у кого частично, есть пасеки 90 процентов, 95. Как минимум в пяти районах края поля обработали ядохимикатами первого класса опасности для пчел и второго для человека. Жители сел таким фактом крайне обеспокоены. Даже и люди еще страдают от этого. Все почувствовали здоровье. Запах деревни. Ведь угробили все. Нам матушка земля уже говорит, люди, опомнитесь, остановитесь. Вы же меня уродуете, вам же тут жить. Перед обработкой аграрии, как и положено, оповещают пчеловодов. Но это не спасает. Оповещение, оно как бы, оно не панацея. Они оповестили, ну вот оповестили они меня, допустим, что на 10 дней изолировать лед пчел, чтобы лед пчел 10 дней не летали. Но вот 30 градусов жара, это невозможно. Если я закрою ледки, если я их не выпущу, то просто к обеду воск растает, все это выплывет из улей. Все, они погибнут. Вариант увезти пчел на время обработки полей отпадает, говорят пасечники. Специальное место для этого никто не выделит. Плюс нужны деньги и физическая сила. Один улей весит в среднем 70-80 килограмм. Ну, оповестили они меня. И это получается, я просто сижу и жду, что через 10 дней я стану нищий. Пчеловоды уже начали предпринимать действия для начала судебных тяжб с ответственным за ситуацию предприятием. Мы же создали, ну как положено, комиссия была, взяли пробы рапса, пчел, отвезли вчера в Барнаул. Собираем пакет документов, да, и коллективное. Пчеловоды с коллективной жалобой обратились в региональное управление Россельхознадзора. Несколько лет назад для предотвращения таких трагедий пчеловоды страны разработали несколько решений, в том числе за благовременную обработку полей менее токсичными препаратами. Второй способ решить эту задачу, это как раз стимулировать тех растеневодов, которые будут уходить от тяжелых ядохимикатов на более щадящие, есть биопрепараты, они дороже. Но эта дороговизна, понимаете, может компенсироваться чем? То, что пчеловод останется пасека целая, и опылением, как раз, вот допустим, если мы берем тот же рапс, повышается урожайность до 40%. Инициативу о применении щадящих биопрепаратов пчеловоды России планируют направить в АКЗС и Госдуму. Надеются, что законотворцы их услышат. Иначе массовый мор пчел, который происходит в крае на протяжении многих лет, так и не прекратится. Только за последние дни от массового мора пчел пострадали пять районов края. Юлия Щепина, Андрей Печоркин. День с толком.